Второй день выставки Акватерм. Я хочу попасть на стенд ЗОТО и хочу попросить провести для меня экскурсию по всему, что представлено на этом стенде. Но очередь огромная просто. Такой ажиотаж. Ну, в принципе, это как обычно на стенде этой сибирской компании. Очень интересны ее продукты для наших потребителей. Ну, и будем ждать своей очереди. Здравствуйте. Нет, ничего я про него не знаю. В общем, идея котла откуда пошла. По отчету маркетингу, включу маркетинг, 50% котлов даются для замены. 100% людей, которые топят твердым топливом, мечтают не топить твердым топливом. Это точно, по себе скажу. И когда встает вопрос замены на котел автоматический, а мы сейчас по умолчанию говорим, что газа нет, очень часто возникает вопрос габарит. И вот решение вот этого вопроса габарита сделать билетный моноблочный котел с расположением бункера сверху. Причем с таким расположением, чтобы, ну, не совсем в крыжке загружать еще это топливо. Вот ниже уже сделать было сложно. Здесь только обменник вертикальный. Прям вот упор был на максимальную эффективность. Но здесь он еще на подиуме стоит, так что он будет на 15 сантиметров где-то ниже. Вот сейчас, когда он на подиум, забрасывать-то и не очень удобно. Когда он будет из подиума, тогда вот классно. И мы его не стали выращивать вверх. Это мощная модель 25-я. Всего две модели, 15 и 25. Развивать линейку дальше не будет. Нет перспективы у большей мощности. Меньшая мощность, меньше 15 в себестоимости не будет никак отличаться. Горелка здесь самый... Горелка билетная с очисткой, с приводом. То есть принцип горелки лучше снимать прямо вот на самой горелке, которая вынесена. Горелка будет и отдельно продаваться. То есть любой котел такой можно установить. Фишка в том, что вот эта вот часть, подвижный колосник, он съезжает вот сюда, потом выезжает, и вот этот вот зуб, он как бы ломает все отходы, они сипятся вниз в зольник. То есть помимо продувки здесь еще есть и механическая очистка? Помимо продувки здесь есть дорогущая механическая очистка. Это швейцарский привод Belima, который регулярно, с той регулярностью, которую вы назначаете, в зависимости от качества билет. На древесных билетах, на светлых, там может раз в 4-5 часов. На билетах из лузги подзолнечника раз в час. Но имейте в виду, что каждая продувка, каждая очистка – это снижение КПД из-за механического уноса. Ты никуда не денешься. Но автономность работы вот этого котла, с учетом того, что бункер здесь не за область на оборудовании, но она полностью синхронна. Бункер, зольник и очистка горелки. То есть вопросов автономности котла нет никакой. Работает на билетах из лузги подсолнечник. Но уже билет я не знаю. Ну да. Стекло появляется, не стекло, а при этом он будет и в кушинке. И вот сюда поставить вот же самый привод АИМА, то есть такой вот механизм чистки, который будет одновременно вот с этим приводом включаться, запараллелить приводом. И будет еще и чистка теплообменной. То есть если я здесь ручками делаю, вот эта идея нравится не очень. Почему? Потому что в любом случае я пилеты загружаю, вот эта чистка, она требуется даже не каждую загрузку пилет. Может быть, если у нас совсем длинные пилеты из луги подсолнечника, может быть, нужно каждую загрузку, вот эту вот манипуляцию проводить. Но фишка, ну вот спросил, мы сделали. Разработали, приняли к сведению. Нужно ли спрашивать, когда я использую разные виды пилет, что мне нужно сделать? Просто выбрать тип пилет в меню? А там, в тип топлива выбирается древесный лузга подсолнечника. И потом еще можно такую тонкую настройку сделать по параметрам вентилятора и по регулярности очистки. То есть выбирая пилеты из лузги подсолнечника, мы задаем там час периодичной зачистки. Час, может быть, больше я сейчас не помню. То есть человек, когда начинает работать с этими пилетами, если он берет у одного поставщика, он начинает какое-то время привыкать к ним и уже понимает, какую периодичность ему выставить? Плохо продается, к сожалению. Я все время думал, что хорошо продается возможность настройки, возможность обрегулировки. Когда мы говорим про котел, экспериментатор автомала. Продается принцип plug-and-play. То есть включил и забыл. И здесь максимально во всех своих контроллерах мы этот принцип хотим продвинуть. Вот какой бы я не был продвинутый, приезжаю на дачу, у меня горелкоток, я не хочу заниматься этим программированием. У меня есть 24 часа, когда я приехал и уехал в дачу. Нахрен бы я бежал на дачу. Вот этот анониз у нас настройка чего-то. И мы предполагаем, что все клиенты такие же недалекие, как я. И вот примерно так и действует. Ну, на самом деле, действительно, изделие, оно как бы должно, по идее, работать из коробки. Установил, подключил, естественно, с соблюдением всех норм и всех пожаробезопасных расстояний и всего прочего. И загрузил топливо, подключил к электричеству и работаешь. Ну, да, но есть одно, вот с билетами есть одно но. Стандарта на этот топливо не существует, конечно. Стандарта нет, поэтому, конечно, знатоки там скажут, поставьте лямбда-зонд, котел должен сам приспособиться. Может быть, ему зачистку приспособиться. Лямбда-зонд там, в кокопке, может стоить 30 тысяч рублей. Когда я отобью 30 тысяч рублей на билеты. Но нет, жить-то сейчас хочется. Поэтому лямбда-зонд, что-то такая, даже в Европе для бытовых конвейсов не популярна. Непопулярна, очень непопулярна. Здесь избыточная, скорее всего. Ну, сколько? 30 тысяч рублей. Я бы сейчас присчитал. Для этого контроллера стоит 30 тысяч рублей. В этом котле есть индикация остатка билет, кроме просто визуального? Есть. Здесь датчика никакого нет. И принцип вообще работы следующий. Мы калибруем сначала бункер, засыпали его полный, установили бункер полный. Дальше на определенные билеты настроен этот котел. Мы проводим тестирование. И по количеству отработанных часов он видит, сколько литров устраивает. Поменял билеты, все сбилось, все съехал, заново делал. В наших кадрах пилетест там есть прямо датчик физический. А здесь это в датчик они. Ну, в принципе, если действительно покупать билеты у одного и того же поставщика со стабильным качеством, я думаю, что, в принципе, это не так сложно настроить и контролировать будущее. Можно настроить. Но вот этот котел, это вот, не знаю, у меня как-то фавориты, каждую высказку есть. Вот этот вот фаворит на этой выставке пони точно. Сегодня зотопони – это любимый ребенок, да? Да. Ну что ж, пожелаем зотопони победить на этих скачках. И очень, я думаю, перспективный котел. Особенно для тех легионов, в которых используют такое топливо, как пилеты. Конечно же, ну, выполнен он внешне безупречно. Зная компанию зота, можно утверждать, что и электронная начинка, и различные механические части, и электротехнические различные части будут работать очень долго и качественно. Главное, конечно, своевременно осуществлять уход и использовать этот котел, естественно, по назначению и в тех режимах, для которых он предназначен для работы. Котел продуман для мелочей. Здесь наверху установлена даже специальная решетка для того, чтобы исключить попадание в бункер различных крупных и народных предметов, которые могли бы застопорить работу шнека, который подает пилеты непосредственно в горелку. Котел выполнен очень качественно, шикарно, просто нет слов. Для того, чтобы... Ну, это уже, наверное, дизайнерский котел, потому что, смотрите, декоративная крышка на лифтовом механизме скрывает непосредственно горелочное устройство, которое находится в нижней части котла. Поднимается точно так же, как на дверце со стеклом на дорогих каминах дизайнерских. Очень интересно. Есть варианты, есть вариант, есть возможность установки блока ТЭНа. Об этом можно судить, судя по вот этой заглушке, которая находится сбоку. Очень, очень добротное изделие, просто нет слов. Зотопони. Очень хотят все думать, что он путает, значит, Mobxa где-то на дорогах 들어.